Эта конференция сейчас будет записана. Далее мы с Данилом Динтисом, ведущим преподавателем по курсам управления проектами, обсудим ключевые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы стать специалистом в области управления проектами. Также в конце я расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто зарегистрировался на сегодняшний вебинар. Итак, учебный центр специалист в этом году празднует свое 30-летие. За это время мы обучили более 1 миллиона слушателей и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России с высочайшим уровнем обучения и качества образования. Мы вам гарантируем 100% качество, которое вы получите за счет уникального сочетания Баумовской методики преподавания, современных технологий проведения обучения и практика ориентирного подхода, который мы используем в наших курсах. Мы понимаем, как уже много лет учим наших слушателей и за это время понимаем, что важно и поддерживать наших выпускников в их карьерном развитии. Поэтому мы разработали такую программу трудоустройства, которая из себя включает ряд мероприятий, которые вас поддерживают на вашем карьерном пути. Я сейчас вкратце о ней расскажу, что в нее входит. Вот есть у нее такая определенная последовательность. То есть на первом этапе это определенные кейсы, практика ориентированный подход, который мы используем при составлении наших курсов. Когда ваше обучение близится к концу, рекомендую всем наш курс по технологии трудоустройства, который ведет наш преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. И он помогает сориентироваться на рынке труда, подготовиться к встрече с работодателем. Курс бесплатный, я ссылочку на него еще кину вам в чат. После данного курса также можете воспользоваться индивидуальной консультацией, которую я провожу по предварительной записи. Также мы организуем дни карьеры. Их вы узнаете из нашей рассылки, которая на почту вам приходит, также из наших новостей. И есть у нас специальные ресурсы. Это канал в Телеграме, группа ВК и Фейсбуке, где мы публикуем для вас вакансии. Также отправляем вам вакансии по электронной почте. Вот буквально недавно один из наших выпускников, который учился у нас по управлению проектами, уже сам став руководителем, взял себе в команду одного из наших выпускников. Это очень приятное сотрудничество. Также вас приглашаю и в эти каналы, и также приглашаю в будущем стать и работодателем, который будет также этой возможностью пользоваться. В основном те корпоративные клиенты, которые учат у нас своих сотрудников, они убедились в том, что качество образования достаточно высокое. И хотели бы наших выпускников видеть у себя и предоставляют нам вот вакансии. И для них наши выпускники имеют несомненное преимущество. Итак, далее я хочу передать слово Даниилу Юрьевичу, ведущему преподавателю по курсам управления проектами. Кто учился у Даниила Юрьевича, поставьте 5 в чате, посмотрим, много ли здесь таких собралось. И далее мы обсудим, какие hard, soft skills являются необходимой базой для любого руководителя проектов. И на развитие каких навыков не стоит тратить ресурсы, вопреки расхожим мнениям. Даниил Юрьевич, я вижу, вы взяли управление, передаю вам слово. Да, коллеги, приветствую. Ольга, спасибо большое. Ну, у нас сегодня, да, не то чтобы знакомство с какими-то особенностями, материалом и так далее. Скорее, скорее, это действительно некий такой рассказ о возможных треках, карьерных треках проектного менеджера. Потому что, ну, на самом деле, действительно, роль менеджера проектов, руководителя проектов, она очень, скажем так, разнообразная. Ну, вот, и понятно, что, наверное, большинство из нас не хотели бы, то, что называется, останавливаться в своем развитии. Да, и позиция руководителя проекта – это очень хорошая позиция, очень интересная, но есть и куда развиваться дальше. Вот об этом давайте, наверное, поговорим, коллеги. Да, вот, спасибо, приветствую тех, с кем мы уже знакомы. Ну, для тех, с кем не знакомы, я немножечко представлюсь. Меня зовут Данил Динсис. Я в области проектного управления, ну, скажем так, сознательно, да, то есть, понимая, что это такое. Работаю года где-то с 2003-го. Понятно, что все мы так или иначе работали в проектах, просто зачастую этого не понимали. Ну, и, в общем, так тоже и развивался от проектов к программам, к портфелям, к своим стартапам, к консалтингу. Вот, собственно, примерно о таких вариантах развития мы как раз давайте с вами и поговорим. Ну, и начнем, конечно, все-таки с определения предметной области, потому что, ну, язык вообще вещь такая довольно хитрая, любой язык, русский в том числе. Словом, проект называют много что, да, и на самом деле довольно часто приходится сталкиваться с тем, что под проектом понимаются достаточно разные вещи. Ну, вот, например, у нас в сообществе проектных менеджеров есть очень, так, уважаемый человек, он музыкальный продюсер, и вот в этой среде, ну, совершенно не моя среда, но вот так от коллеги узнал, у них какой-то, например, группа, исполнитель, исполнительница, это проект. Запустили, вот он гастролирует там, что-то выпускает, альбомы и так далее. Это в них терминологии, наверное, это проект. Но в методиках проектного управления проект все-таки имеет совершенно конкретное определение, понятие. У проекта есть три основные, скажем так, три основные характеристики, да, это четкое содержание, да, то есть то, что должно быть сделано, за какое время и с какими ресурсами. Ну, время в последнее, последнее время, фактор времени, он несколько размывается в силу, ну, как это сейчас говорят, вука, мир, да, волатильный, неопределенный, volatile, uncertain, меняющийся, changeable и неопределенный, ambitious, да, вука, мир, есть сейчас такое понятие. И, конечно, вот agile проекты являются одним из инструментов ответа, адаптации в agile проектах, конечно, установить точную дату завершения невозможно, это немножко другой принцип, но все равно проект должен завершиться. Проект не может длиться, ну, сколько угодно там, долго, это уже не проект. Проект всегда конечен во время. И успешность проекта, как, в общем, наверное, большинство из вас знает, это достижение результата. А дальше, да, проект уже передается вот в операционную деятельность, в рамках которой созданный продукт, неважно, будь то продукт материальный, будь то продукт виртуальный, информационный, цифровой, он уже эксплуатируется, развивается и так далее. Откуда, кстати, пошла другая, весьма сейчас востребованная специальность менеджер продукта. И я вот сейчас немножечко, чуть позднее тоже остановлюсь на том, как эти две специальности менеджер проекта и менеджер продукта между собой соотносятся. Ну, вот если говорить совсем вкратце, задача руководителя проекта организовать работу команды таким образом, на основе полученных требований, спецификаций, провести разработку и передать продукт, услугу в эксплуатацию. А затем, возможно, когда потребуется новое развитие крупно этого продукта, будет запущен новый проект, но это уже, как говорится, будет другая история, это уже будет следующая история. То есть проект жестко ограничен сбором требований, разработкой, внедрением, передачей в эксплуатацию. Для чего? Ну, естественно, любой проект – это средство реализации какого-то стратегического плана, компании, проекты, естественно, в основном коммерческие методики проектного управления. В первую очередь, конечно, нацелены на реализацию коммерческих проектов, прямых запросов от имеющихся заказчиков или потенциальных заказчиков, рыночных запросов, которые выявлены средствами маркетинга. Есть проекты, которые также нужны для того, чтобы поддержать действующее текущее функционирование бизнеса или некоммерческой организации. Ну, просто потому, что наступает какой-то очередной этап технологического развития. Производитель оборудования, программного обеспечения перестает его, например, поддерживать или появляется нечто новое, что дает преимущество. Естественно, реагирование на требования законодательства. Кстати, вот в ныне действующей самой свежей версии PMBOK проекты, которые реагируют на требования законодательства, вообще выделены в такую отдельную категорию, потому что их нельзя даже в коммерческой компании назвать коммерческими. Ну, да, вот есть какие-то регуляторные требования, мы вынуждены их соблюдать так или иначе. Нравятся, они не нравятся, их надо соблюдать, искать в этом какую-то выгоду коммерческую. Ну, честно говоря, действительно мало целесообразно. Понятно, что если их не соблюдать, то там компания вплоть до закрытия может быть. Естественно, бывают проекты некоммерческие, проекты социальные, направленные на решение каких-то социальных вопросов, но все равно это средство развития компании. И вот, как я уже сказал, любой проект у нас функционирует всегда. Мы должны понять, что мы хотим сделать с той или иной степенью точности. Да, сейчас, конечно, в рамках нашего дня открытых дверей, это не совсем площадка, где уместно разбирать различия в подходах, там, предиктивном, инкрементном, гибком и так далее. Проекты могут иметь разные модели, в том числе чаще всего сейчас эти модели гибридные, когда неопределенность содержания несколько компенсируется постепенной подстройкой под время и так далее. Но все равно, еще раз повторюсь, проект должен быть завершен в разумные сроки, с разумными ограничениями и достичь тех результатов, которые изначально были, ну, скажем так, согласованы тех задач, которые были поставлены. И вот задача руководителя проекта как раз организовать вот эту всю работу в рамках и сбора информации о потребностях, и работы со стейкхолдерами, привлечения ресурсов, борьбу за ресурсы. Потому что внутри любой компании между проектами, естественно, всегда существует конкуренция за ресурсы. Организовать работу команды, делегировать полномочия, выступать представителем интересов своей команды для того, чтобы на выходе результат проекта был успешным. И, безусловно, сейчас появляется, даже появляется, наверное, не очень правильное слово, развивается очень много навыков, которыми должен обладать руководитель проекта. Вот здесь на слайде такие, можно сказать, классические 10 областей знаний. Понятно, что ни один человек никогда не может обладать знаниями в равной степени во всех этих областях. Поэтому, конечно, основные компетенции руководителя проекта – это компетенции, которые обеспечивают интеграцию, то есть взаимодействие всех видов ресурсов различных людей. Членов команды, вовлеченные стороны стейкхолдеры, включая там и руководство, и заказчиков, и вот те самые какие-то третьи стороны, внешние поставщики. Это, безусловно, общее управление качеством. И, конечно же, то, что сейчас особенно развивается, это так называемые soft skills, мягкие навыки, когда, действительно, для того, чтобы реализовать задачи по интеграции, нужно взаимодействовать, коммуницировать с другими людьми, в первую очередь. Учитывать их интерес, чтобы команда действительно была командой, а не просто сборищем, да, не побоюсь этого слова, пусть немножко грубо, но, да, сборищем каких-то отдельных работников, которому вот каждому надо поставить задачу. Нет, проекты так не работают, и те из вас, кто, в общем-то, с проектной деятельностью уже сталкивался, я думаю, таких много, вы прекрасно знаете, понимаете. Проект делает команда, и вот основные навыки сейчас у руководителя проекта – это навыки в области коммуникации, это навыки в области мотивации, это навыки в умении слушать, чтобы понять интерес, понять мотивацию других людей. Ну, и да, естественно, должны быть навыки в предметной области, в общем, эти баталии, надеюсь, уже давно отгремели, конечно же, руководитель проекта не может руководить любым проектом, нужно обладать некими базовыми знаниями, навыками, инструментарием своей предметной области, будь то IT, будь то строительство, будь то общее администрирование и так далее, да, то есть все это тоже, безусловно, должно присутствовать. И руководители проектов, ну, как, может, немножко дурацкая фраза, ими не рождаются, как в любой специальности ими становятся, и вот тот же Институт проектного управления в своих исследованиях, которые они каждый год проводят по различным разрезам, по различным аспектам, они уже несколько лет выделяют три уровня руководителей проекта. Ну, то есть это, можно сказать, как своего рода такие квалификационные уровни. Кстати говоря, если вы посмотрите, например, там в российский профстандарт руководителей IT проекта, да, в России нет единого профстандарта руководителя проекта, там есть несколько разбросанных по отраслям, там тоже будут уровни. И они, кстати, примерно схожи, потому что, ну, действительно, опыт схож, практики схожи, мы все работаем примерно в одинаковых условиях, так или иначе решаем схожие задачи, поэтому, что там российские профстандарты, что вот подходы, ну, это не стандарты, но подходы, которые институт МПМА, они во многом схожи. Вот начальный уровень, уровень один. Если мне не изменяет память, в российском профстандарте это четвертый уровень, по-моему, самый начальный у проектного менеджера. Это вот такой начинающий руководитель проекта. Ну, как? Вы хотите себя попробовать в этом направлении развивать карьеру? Ну, вот вы своему руководителю скажете, ну, хочу попробовать там или HR-у, как у вас в компании. Ну, естественно, сразу же крупный проект вам никто не даст, но это очевидно. Сначала, конечно, ну, попробуй вот поработаем каким-то небольшим проектом в своей области, которую ты хорошо, и именно как предметную область знаешь. Скорее всего, это будет проект такой внутренний. Ну, вот специалисты, так вот, несколько человек очень хорошо развили. Я говорю, хочу развиваться. Ну, ты сейчас там программист или инженер. Как? Ну, давай попробуй какой-нибудь внутренний проект, который, да, компания, естественно, хочет минимизировать свои риски. То проект на внешнюю среду, если он провалится, это, естественно, достаточно чувствительно. Попробуй какой-нибудь небольшой проект. Да, вот PM такого начального уровня, он работает под руководством, под супервайзингом более опытного коллеги. Развивается. Второй уровень. Человек уже способен сам руководить полностью проектом, не только тем, что ему подготовили и передали. Да, это такой промежуточный шаг от администратора к руководителю. А вот второй уровень. Человек уже сам может подготовить проект, сам может взаимодействовать с руководством, с лицами, принимающими решения, представляет свой проект, защищает, то есть уже пользуется, ну, достаточным авторитетом и сам в себе уверен. Соответственно, проекты становятся крупнее. Ну, как это иногда бывает, человеку могут уже поручиться одновременно ведение нескольких проектов. Сразу вообще скажу, эта практика, конечно, не очень хорошая, потому что человек распыляется и может упустить внимание, но она распространенная и, естественно, сбрасывать ее со счетов мы не будем. И, наконец, руководитель проекта третьего уровня в российском профстандарте, это седьмой, соответственно, уровень. Это уже высокоприоритетные проекты, которые действительно направлены на стратегическое развитие компании. Это проекты, которые охватывают множество функциональных областей, а как раз именно в них интеграционные навыки в первую очередь выходят на первый план. Такой руководитель проекта уже может решать вопросы и с заказчиком, то есть что-то даже, может быть, выходящие за рамки проекта. Ну и вот тут возникает вопрос, а что дальше? Иногда человека это устраивает. Я знаю массу коллег, которых достижение такого высшего уровня устраивало, они реализовали крупные проекты, которыми действительно можно гордиться, которые на слуху там вплоть до средств массовой информации. Все, и потом люди иногда меняют область деятельности. Иногда они берут отпуск, а потом опять берут крупный проект, им это нравится. Действительно, проектный менеджмент, знаете, такой-то драйв всегда. Вот, кстати, с точки зрения руководителя проекта, чем проект отличается от операционной деятельности? Операционная деятельность на постоянное, регулярное и в какой-то момент рутинное. Рутинное – это неплохо, просто как характеристика, ни в коем случае. А проект – это всегда такой драйв, это сделать результат, это преодолеть препятствия. Нужно обладать таким вот складом даже где-то, характером. Мы это сделали, мы это преодолели, у нас получилось. Вот куда же дальше-то расти, возникает вопрос. Вот только что прозвучало, а хорошо. Один человек руководит несколькими проектами, но и, скорее всего, это проекты между собой взаимосвязаны. Опять же, да, не может человек разбрасываться совсем по-разному. Они связаны какой-то более крупной общей целью компании, они, скорее всего, так или иначе пересекаются по ресурсам. И вот скоординированное управление несколькими проектами, когда нужно управлять именно не просто отдельными проектами, а их между собой координировать, распределять ресурсы, координировать достижение результатов так, чтобы достичь какую-то общую, более крупную цель, получила название программа проекта. И следующая карьерная ступень – это руководитель, менеджер программы. То есть это уже человек, который распределяет ресурсы между проектами, распределяет приоритеты между проектами, исходя из более уже таких высоких стратегических целей компании или бизнес-юнита. А вот дальше очень интересный момент. Дальше все, как, собственно, я уже об этом даже сейчас сказал, результаты проектов, то есть те самые продукты, услуги, они переходят в эксплуатацию. И, конечно же, в абсолютном большинстве случаев экономический эффект для компаний, ну или неэкономический, неважно, любое другое, достигается не от самих проектов, как таковых, а уже от эксплуатации продуктов, услуг. Значит, нужно организовать эту эксплуатацию. Значит, нужно при необходимости инициировать новые проекты, которые создают новые усиливающие продукты или разобьют существующие продукты. То есть смотреть уже в такую глубокую стратегическую перспективу. И вот такая деятельность получила название портфельного управления или портфелей проекта. Портфель объединяет в себе уже не только проектную деятельность, как конечную, но и операционную деятельность по эксплуатации для достижения как раз стратегических целей компаний долгосрочных. И портфели как раз, в отличие от проектов, не имеют установленных каких-то, скажем, датокончаний. То есть компания хорошо развивается на рынке, вот и ставится. Занять 10% рынка через 2 года. Достигли, отлично развиваемся, ставим цель. Так, увеличить еще там на 15% свою долю рынка. Еще там на следующие 3 года. То есть идет и эксплуатация существующих продуктов, услуг, и запускаются сервисы. Новые, то есть реализуются новые проекты, чтобы выйти на новый рынок, запустить новый продукт. Точка роста. Да, это тоже точка для роста. Роста и самой компании, организации и роста уже до позиции руководителя портфеля. До руководителя портфеля. Ну, вообще в менеджменте считается позиция руководителя портфеля то, что называется upper-medial management. Да, то есть верхний, средний менеджмент. То есть это еще не топ уровень, да, не сил level, как это называют, не совет директоров. Хотя довольно часто и члены совета директоров компаний непосредственно руководят какими-то крупными портфелями. Вот такой карьерный трек. Да, это вот если брать линии. Ну, теперь еще хотел бы несколько слов сказать как раз в продолжении вот этой темы портфельной. Вот портфели, они же в себя включают, я только что сказал, и операционную деятельность, и проектную. Операционная деятельность, это вот если брать, допустим, IT, цифровую сферу, да и не только, скажем, там, в агросфере, вот как коллеги делились, похожие. Ну, за агросферу точно говорить не буду. Вот, это продуктовое управление. И вот на уровне портфельного управления портфель это все в себе действительно объединяет. Есть разные портфельные стандарты, фреймворки, есть PMI, есть, возможно, многие слышали сейчас очень популярный, Scaled Agile Framework, Safe так называемый. Вот на уровне портфельном они действительно совпадают, практически совпадают, отличия неразличия. Но есть и другой карьерный путь у руководителей проекта. Можно пойти и развивать офис проектного управления. Чем офис проектного управления отличается, собственно, от проектной и портфельной деятельности? Это именно офис, это подразделение. То есть, это операционная деятельность, которая в компании помогает выстраивать проектную деятельность. Так помогает выстраивать. Выявляя внутренние лучшие практики, создавая внутренние регламенты, создавая внутренние стандарты, организуя обмен опытом, обучение, наставничество и, естественно, контролируя. Естественно, контролируя соблюдение этих стандартов, применимость этих стандартов. Если человек, скажем так, устал от такой вот гонки на результат, гонки на выживание, как в проектах, накопил опыт, другой карьерный трек – это вот руководителя проектного офиса. Делиться своим опытом, распространять его на компанию, на свою или на другие. И в заключении я бы вот хотел еще одного вопроса коснуться. Немножко уйти уже с таких уровней стратегических, как портфели проектов, как проектные офисы. И провести сопоставление ролей менеджера продуктов и руководителя проекта. Почему я это хочу сделать? В последние, ну, не знаю, 3-4, наверное, года, особенно года 3-4 назад, очень были дискуссии такие активные, что продакт-менеджер – это следующая ступень карьеры руководителя проекта. Сейчас, на мой взгляд, к счастью, эти дискуссии, в общем, поутихли, и в основном так специалисты пришли к определенному согласию. Вот я бы, как раз, поскольку это все довольно живая история, тоже этим бы хотел поделиться. Это может быть карьерным треком руководителя проекта, Но более даже важно – это понимание места руководителя проекта и взаимодействия, да, вот в этой всей истории. Вот даже сейчас я неоднократно говорил, руководитель проекта отвечает за выпуск продукта-услуги, а затем кто-то должен его эксплуатировать. И вот роль менеджера продукта, мы сейчас эту роль с вами подробно не затрагиваем, это тема совершенно отдельного семинара, кому, кстати, интересно, посмотрите, месяца два назад как раз на тему менеджера продукта было похожее мероприятие, на сайте специалиста должна быть и запись. А менеджер продукта отвечает именно за бизнес-результат. Не думать о продукт, который будет востребован. Внутренний продукт компании или внешний продукт для рынка. Заказать этот продукт руководителю проекта. Тут есть разные схемы, мы сейчас тоже не будем вдаваться в дискуссии. Иногда руководитель продукта сам курирует его создание такое постепенное. Это даже не agile, это совсем что-нибудь типа DevOps. Но мы сейчас говорим о возможной связке с руководителем проекта. Если нужно действительно запустить продукт, то менеджер продукта, как такой, знаете, я уже брал сегодня аналогию с музыкальной средой, как продюсер своего рода, делает заказ, руководитель проекта организует выпуск и передает уже готовый продукт в эксплуатацию, а продукт-менеджер организует его эксплуатацию и дальнейшее развитие. Вот такие связки, на самом деле, как показала практика, в том числе моя собственная, в компании, в частности, где я партнер, она очень хорошо работает, потому что продакт и проджект-менеджер – это зачастую люди даже по своему складу характера немножко разные. Продакт, он больше ориентирован на такой постоянно достигаемый, ну, то, что называется, операционный результат. Вот здесь проект, вот как мы сейчас говорим, лучше работает на такую короткую, что называется, дистанцию. Вот, ну, и вот такая связка, она тоже очень хорошо работает, поэтому, да, может быть, что руководитель проекта переходит в продакт, а бывает такое, да, либо работает вот в такой связке и в какой-то момент становится там проводителем программы, портфеля, когда курирует уже несколько таких продуктов. Ну, и мы поговорим еще о том, как специалисты, какие треки, какие дипломные программы соответствуют вот этим вот карьерным трекам. Ну, а пока вот в завершение, да, как раз как определили три уровня руководителей проектов, менеджер программы, менеджер портфеля и руководитель проектного офиса. Вот данные PMI по зарплате по России. Сразу хочу подчеркнуть, это не средние по миру или еще почему-то. PMI уже достаточно давно ведет информацию в разрезе всех стран мира. Вот, ну, я думаю, все понимаете, да, там отсечка нижние 25% по зарплате, медианная, средняя, то есть верхняя, точка отсечения верхних 75% и средняя. То есть, ну, вот если мы посмотрим, это в годовом, естественно, доходе здесь указано, да, annualized, да, годовой доход. Вот, ну, вот начинающий менеджер проекта, как вы видите, это где-то примерно от 100 тысяч в месяц. Медианная, ну, то есть, что такое медиана, надеюсь, все знаете, да. Это где-то примерно 150, даже 160, ну, дальше это вот начальный уровень. Ну, а дальше, как вы видите, существенный рост, вот, вплоть до уровня руководителя проектного офиса, где уже, в общем, доходы становятся достаточно интересными. Данные за 2019 год, ну, то есть, 2020, как обычно, да, там, исследование вышло в 2020 году за 2019 год. Ну, исследование 2021 года с данными за 2020 пока еще не вышло, ну, посмотрим, как там все вот эти мировые перетурбации, там, эпидемические повлияли. Ну, тем не менее, вот, примерно, примерно такая структура. Тогда, сейчас, прежде чем я перейду непосредственно к рассказу о трех дипломных программах, которые вот эти три карьерных трека обеспечивают, я хотел бы передать слово опять своей коллеге Ольге, чтобы она немножечко сориентировала вас по тому, что такое вообще дипломные программы, как они выглядят в специалисте, а потом вот мы поговорим об этих трех. Ольга, пожалуйста, вижу, вы берете управление. Да, одну секундочку, сейчас я подключу, у меня почему-то экран не переключается. Сейчас, одну секунду. Ну, вот так тогда сделаем. Да, видим экран, видим экран. Так, а что хотелось бы здесь сказать? Тогда я не буду его раскрывать. Немножко сделать обзор по рынку труда, да. И я, наверное, Данилу Юрьевичу, я немножко продублирую информацию, может быть, как небольшой такой подыток, что, конечно, вот, project manager, стратегически важная позиция, которая зависит весь ход реализации проекта. И сейчас это одна из наиболее высокооплачиваемых специальностей на рынке Москвы. И, как вы видите, вот, допустим, на Headhunter, если вы зайдете, вы увидите, что достаточно высокий спрос на рынке труда на эти профессии. На стартовых позициях именно проектные менеджеры и IT-разработчики вырываются с точки зрения оплаты труда. Однако, если думать на перспективу, уровень зарплат у руководителей в меньшей степени зависит от направления деятельности. Ежемесячная оплата между должностями руководителей в разных сферах может отличаться всего там на 15-20%. Вы на слайде видите, что если сейчас в некоторых сферах есть переизбыток, то недостаток кандидатов как раз-таки в проектном менеджменте, в IT-разработке, в инженерах, ну, вот, маркетинге, продаже, производство. Это, конечно, естественно. Что еще хочется отметить? Вот на этом графике мы видим, в какой индустрии менеджеру проекта выгоднее всего по заработной плате. И надо отличать, что есть базовый оклад, а есть совокупный доход. И зачастую, когда вы претендуете на определенную должность, это хороший такой лайфхак обсуждать зарплату именно в этом ракурсе. То есть работодатель с большей охотой соглашается на именно вот эту часть надбавки за результат. И тогда вы можете хорошо договориться. По уровню зарплат у меня есть вот такая аналитика HACE за 2020 год по менеджерам проектов в разных сферах. На данном слайде мы видим, что менеджер проектов в IT-сфере, даже несмотря на то, что в 2020 году в IT-сфере зарплаты не росли, но на 15% выросли именно у бизнес-партнеров, IT-проджект-менеджеров. И эти направления, в них зарплата росла. Также давайте с вами кратко пройдемся и по другим направлениям. Сейчас увидите слайд инновации, проектный офис. Банки и финансовое управление. Также выделена минимальная, средняя и максимальная зарплата. И автоматизация и электротехника. Что бы еще тоже хотелось подытожить, что также важно менеджеру проектов обязательно необходимо думать и разбивать свои soft skills и профессиональные компетенции. Soft skills я перечислила. И про компетенции мы сегодня с вами. Данил Юрьевич очень много этому сегодня уделил внимания. Мы сегодня поговорили о том, что можно это делать. Итак, наиболее верный способ развить себе требуемые компетенции – это ставить себя в ситуации, где вы можете их проявить. То есть вы можете такие возможности искать, которые позволят вам попрактиковаться лидером в какой-то групповой работе над проектом. Нынешние подходы в высшем образовании, с которыми сталкиваюсь я, уже основаны на том, чтобы развивать вот эти компетенции, лидерство и умение организовать определенный проект даже на уровне уже обучения в университете. И если вы где-то учитесь, да, уже идите на производственную практику и берите ответственность над каким-то проектом. И самое главное здесь – старайтесь получить всегда обратную связь. Старайтесь под завершение проекта какой-либо вашей работы спрашивать, насколько было комфортно с вами взаимодействовать членам команды, чтобы вы могли изменить в будущем, да. И также может помочь в поддвижении в этом направлении, если вы найдете наставника, который с вами может поделиться своим опытом, также дать вам обратную связь. Несколько слов вот по перспективам в профессии. В ближайшие 10 лет ожидается, что спрос на квалифицированных специалистов в сфере проектного менеджмента значительно возрастет. Уже сейчас есть сложности с наимом таких специалистов. И по данным Института проектного менеджера, к 2027 году в мире будет требоваться около 87,7 миллионов таких специалистов. Ну и про ключевые навыки мы с вами уже поговорили. Далее предлагаю перейти к обсуждению дипломной программы, которую мы для вас разработали с учетом всех современных требований рынка труда, данной специальности и перспективы развития данной профессии. Даниил Юрьевич готова вам передать слово. Да, Ольга, спасибо. Сейчас тогда я переключаю. Переключаю на свой экран. Так, давайте разверну. Итак, один вот как раз из треков, давайте начнем, ну, с начального, естественно, как говорится, начнем сначала. Это трек, собственно, руководитель проектов, да? Это трек руководитель проектов. На что здесь хочу обратить внимание? Ну, во-первых, на то, что здесь даются знания, навыки не только по руководству проектами, но и в области общего управления. Здесь как раз предусмотрено получение знаний и навыков в таких вот наиболее ключевых областях для руководителя проекта, о чем я говорил, а именно это управление качеством и управление командой проекта. И обратите внимание, завершается эта дипломная программа практикумом, индивидуальным проектом. Значит, вот на этом я бы хотел остаться чуть поподробнее, что это такое. Действительно, вы будете делать свой индивидуальный проект. Ну, рекомендуется, чтобы на своем материале, то есть в который вы все-таки погружены, но если кто-то совсем уж радикально меняет сферу деятельности, у нас, конечно, есть учебные заготовки. Выглядит это таким образом, что мы проводим установочное занятие, короткое, длительностью 4 академии часа, и затем у вас две недели на подготовку планов проекта. Затем мы проводим второе занятие, на котором мы эти планы проектов обсуждаем, рецензируем, и у вас еще есть две недели для того, чтобы отработать вопросы мониторинга, управления качеством, реагирование на риски и проблемы. В результате у вас на выходе получается то, что называется план управления проектом полный, который включает в себя и требования, работу со стейкхолдерами, план коммуникации, планы управления рисками, качеством, разумеется, календарный ресурсный план. То есть вы, естественно, не исполняете проект, но вы проводите его полную подготовку. И таким образом в вашем личном портфолио вот такой подготовленный проект есть. Это и хорошая практика, это и то, что вы можете, особенно кто полностью меняет сферу, предъявить какому-то первому работодателю, чтобы показать свой навык. То есть вот такая есть хорошая вещь. Она, на самом деле, достаточно давно существует, года три, уже три с половиной. Вот, то есть коллеги ваши выполняют. Далее. Я говорил о карьерном треке менеджера портфеля. Здесь, как вы видите, появляется уже продуктовое управление, поскольку портфель включает в себя помимо проектов операционную деятельность. Это управление организационными изменениями в компании, управление орг структурой компании. Это управление рисками обязательно. Ну, вообще-то управление рисками руководителю проекта мы всегда рекомендуем. Ну, понятно, что дипломная программа не без размера. И любой руководитель портфеля должен внутри у себя тоже выстраивать свой локальный офис, поэтому построение офиса управления. И, естественно, понимание основного инструментария всегда важно, всегда полезно. Вот, работа с проектом, работа с сервером для портфеля. Ну, и третье направление, третий карьерный трек – это как раз руководитель проектного офиса. Здесь акцент, опять же, на риски, здесь акцент на качество, здесь акцент на корпоративную систему управления проектами. Есть некоторое пересечение с управлением портфелями, но оно абсолютно объективное, потому что портфельный менеджер внутри тоже у себя выстраивает, ну, некое единообразие ведения проекта. Вот такие три карьерных, такие три возможных карьерных трека и соответствующие им три варианта дипломных программ. Вот, коллеги, пожалуйста, какие есть вопросы? Ну, вот, обратите, пожалуйста, внимание. Вот ссылочка, ссылочка, я ее продублирую сейчас, это вот как раз такой путеводитель интерактивный на сайте. Давайте я сброшу. Да, спасибо большое, Ольга. Вот, значит, Альфия, смотрите, нет, разумеется, можно брать отдельные курсы, собственно, любой из представленных, это отдельный курс, просто вы прокачаете какое-то направление одно, но это, естественно, не дипломная программа. А так это отдельные курсы, которые, естественно, любой человек может, видя необходимость прокачать те или иные свои навыки, взять отдельный курс, который там двухдневный или трехдневный, да, и вот сконцентрироваться в какой-то одной узкой области, да, это, конечно, возможно. Тогда это будет вот немножко другой документ. Вот сейчас, если здесь будет видно, там на сайте хорошо видно, вот есть понятие, сейчас, ну, или, Ольга, да, я, наверное, передам вам слово, что важно, чтобы я тут с названиями не запутался, да, вот это повышение квалификации и диплом профессиональной переподготовки, да, это, наверное, уже вы более профессионально, чем я, расскажете. Так, сейчас я переключила. Смотрите, есть у нас дипломные программы, о которых мы сегодня говорим. Это менеджер проекта. Ее стоимость 145 790 рублей, и по ее окончании вы получаете диплом, который аналогичен диплому о высшем образовании. Это называется диплом о переподготовке по специальности. Если у вас уже имеется первое высшее образование, тогда этот диплом эквивалент второму высшему по определенной специальности. Плюс по окончанию курса Microsoft Project Professional, который входит в данную дипломную программу, вы получаете и такой вот международный сертификат. По окончанию каждого курса, который входит в данную программу, вы получаете отдельный сертификат о повышении квалификации. Также всем, кто в течение трех дней готов выбрать дипломную программу, мы дарим такой сертификат на 14 тысяч рублей на оплату этой дипломной программы, которую мы сегодня рассказали. Если он действует на дипломную программу в онлайн-формате, для того, чтобы им воспользоваться, пожалуйста, назовите промокод, который вы видите на экране менеджеру, чтобы он вам сделал скидку. В чат мы отправили ссылочку на путеводитель по всем нашим курсам управления проектами. И вы видите, что можно выбрать любую компоновку программ. Стоимость их от 40 тысяч рублей, которые включают в себя от 2 до 10 курсов. У нас есть три дипломных программы и три комплексных программы. В чем их выгодно? В том, что при покупке сразу нескольких курсов вы экономите. Несколько курсов сразу купить – это дешевле, чем покупать их последовательно по отдельности. Итак, есть ли какие-то вопросы касательно самой дипломной программы? Что в нее входит? Как проводится обучение? Задавайте, пожалуйста, мы ответим. Либо какие-то любые другие вопросы. Пока вы собираетесь с мыслями, давайте, наверное, еще вам немножко расскажу, что если вы сейчас испытываете сложности с выбором программы, не можете определиться для своего развития, что вам именно выбрать из наших курсов. Наши менеджеры с удовольствием вам помогут. Пожалуйста, запишитесь по данному промокоду на консультацию, и наш менеджер в ближайшее самое время с вами свяжется и вам расскажет и подскажет, какую дипломную или комплексную программу выбрать, чтобы сэкономить ваши деньги, и которая бы отвечала вашим профессиональным потребностям. Я вижу вопрос от Татьяны. После прохождения курсов отдельно может выйти на защиту диплома? Татьяна, у нас как таковой защиты диплома нет. Каждый курс, он включает в себя законченный блок, и тестирование по окончанию. Если вы заканчиваете набор всех курсов, которые входят в данную дипломную программу, соответственно, по окончанию вы можете запросить и диплом о переподготовке. То есть, если сейчас у кого-то из вас уже часть курсов есть, вы можете спокойно обсудить также с менеджером, какие курсы нужно вам добрать, чтобы получить диплом о переподготовке по специальности. Еще, может быть, какие-то вопросы. Дипломная программа у нас достаточно гибкая. Если вам какие-то курсы вы прошли, а какие-то хотите, например, в этой дипломной программе заменить на какие-то смежные, да, это все тоже можно обсудить. Также в чем особенность прохождения дипломной программы? После ее окончания у вас в течение полугода действует скидка 50% на ряд наших онлайн-курсов. Это очень удобно, потому что начинающему в какой-то сфере специалисту всегда не хватает каких-то знаний, навыков. И как мы видим, допустим, по этой профессии, допустим, свои знания, навыки в плане общения, коммуникации, каких-то софт-скиллов еще обязательно нужно дорабатывать, добирать. Потому что это вы сможете делать на наших курсах. Я вам очень рекомендую параллельно этим заниматься, потому что когда вы выходите на собеседование, когда вы выходите уже на финальное собеседование, и есть несколько кандидатов, которые обладают одинаковыми знаниями и опытом работы, то уже отбор ведется именно по вашим компетенциям и софт-скиллам. И на это сейчас работодатель смотрит очень пристально и внимательно. Также Сергей спрашивает, в каком формате и в какое время проводится обучение. Формат у нас есть онлайн, есть очный формат, есть группы у нас вечерние, есть группы выходного дня, есть группы дневные на неделе. Расписание у нас стабильное, вы можете записаться в те, которые вам удобны. Но единственное могу сказать, оставляйте время на выполнение заданий, потому что если у вас насыщенный график работы, у вас достаточно, допустим, вы очень активно работаете, допустим, сейчас, если по основной специальности, и еще будете учиться тоже в плотном графике, возможно, не будет времени у вас на отработку, на выполнение каких-то домашних заданий, которые будут. Вот, я бы рекомендовала здесь тоже соизмерить нагрузку. Ну и вот по последнему слайду тоже расскажу, что также независимо от времени, в каждой дипломной программе у нас есть ряд курсов, на которые вы всегда сможете получить скидку 15-25%. Итак, напоминаю, что для тех, кто всерьез задумался о прохождении дипломной программы, о которой мы сегодня говорили, у вас есть три дня, чтобы решить цикл и еще сэкономить на 14 тысяч рублей. Для этого нужно просто позвонить менеджеру и сказать промокод. Друзья, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Вот, или мы будем с вами заканчивать потихоньку. Так, вопросов я больше не вижу. Кто мне в приват написал, в приватное сообщение, я отвечу сейчас индивидуально. Хочу поблагодарить Даниила Юрьевича. Даниил Юрьевич, спасибо большое за очень информативное, интересное... Да, коллеги, спасибо большое, спасибо. Тогда я останавливаю запись и прощаюсь с теми, кто будет смотреть нас онлайн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!